Ну что, друзья, доброе утро, я сейчас заселилась в Кевин, это, кстати, его лифт, занесла вещь и бегу на примерку. У меня сперва примерка для Ним Кан, на кастинге, на котором я была, потом у меня примерка, нет, потом у меня кастинг, а после кастинга у меня еще одна примерка для Бронксенбанка, для них я тоже, я вам рассказывала, что у них такие красивые сексуальные платья, я показывала даже их в интернете, так что бежим на примерку, слава богу, что все в одном районе, вот, буквально три блока друг от друга, так что, let's do it! Пришла на хитинг на Ним Кану, у него было две девочки передо мной, и я оттуда убежала, на следующий, на Бронксенбанка. А потом вернусь туда обратно. Ну что, друзья, выхожу из фитинга, все прошло супер круто, кажется, я буду открывать шоу Бронксенбанка, но мы узнаем об этом завтра, потому что очень часто луки меняются местами, они хотят там какую-то девочку вперед, но пока что, насколько я, sorry, насколько я поняла, что именно я буду открывать, так что сейчас бегу на кастинг, и после этого возвращаюсь обратно на Ним Кан, потому что у меня уже сделала с ним примерку, и в три часа, уже через два часа, у меня шоу. Увидится. Юлия! Ну что, котики? Так, кастинг сделала. Не знаю, никакой абсолютно реакции от них не получила, так что не знаю, понравлюсь я ему или нет. Причем это дизайнер, который одевал Мишель Обаму и вайс-президента Америки Камалу Харрис, он делал для нее платье на, по-моему, инаугурации это было, такое очень знаменитое платье, даже, но это не платье, это было пальто, такое черное пальто, а Мишель Обама, как раз-таки, когда была инаугурация Байдена, одевала такое винное, винный костюм, там были штаны, там было тоже пальто и сверху блузы, такой ремень, можете прогуглить, посмотреть, вот, очень красиво он делает такие женственные, элегантные вещи, так что, вот, бегу сейчас обратно на фитинг для Нимка, и после этого шоу, два часа до шоу осталось, так что, вперед! Юлия! Ну что, друзья, вышла из Нимка на фитинга, и он померил на меня два аутфита, так что у меня будет два платья, и он сказал, что я буду звездой шоу, потому что у него будет шоу прямо на Бродвее, в Бродвейском театре, и думаю, что оно будет такое, то есть нам нужно ходить так очень сексуально, крутиться, как бы показывать себя, флиртовать глазами, ну, короче, будьте мной! Вы же знаете, друзья, это то, что я умею, и он такой, боже, твоя походка, это просто, он говорит, это взорвет весь зал, он говорит, я уверен, я говорю, да, я вытащу из себя Наоми Кэмпбелл. Ну да, друзья, так что иду за водой в Севес, и захожу домой к Кевину, и мой показ тоже два влока отсюда. Мне сегодня очень повезло, у меня была куча всего, и все было вот в этом районе, так что я очень рада, что я здесь, сегодня целый день, так что за водой и Кевину! See ya! Ну что, друзья, шоу будет в легендарнейшем здании, которое называется Gotham Hall. Посмотрите, какая красота! Вот здесь будет само шоу. Ну, а мы идем на бэкстэйдж. Я думаю, мы все модели будут выходить отсюда. Ну что, друзья, вот он. Бэкстэйдж. Куча столов для макияжа, куча столов для причесок. Так что обычно перед каждым, перед каждым шоу всегда идет тренинг. Самый главный мейкап артист делает шоу для всех визажистов, чтобы показать, что делать. Ну и с волосами то же самое. Мало-лес. Как вы видите, вся косметика. Charlotte Tilbury. Мне, кстати, нравится Charlotte Tilbury. А это главный чел по волосам. Смотрите, какой красивый макияж. Чисто моя тема. Это будет круто. А вот наша ета, друзья. Сэндвич, чипсы, какой-то салатик. Какая-то вкусняшка. Вот здесь меню. Секрет хорошей кожи. Увлажняет. Вы же знаете. Он меня увлажняет. Он呀. Просと思ает. Увлажняет. Слушай, дорогая. Конечно. Увлажняет. Увлажняет. ения. Мне надо. Увлажняет. Какая красота. Просто. Просто unreal. Очень красиво. Потому что камера не так красиво передает, как это на самом деле, а в жизни еще красивее. Очень красиво. Какая цвета? Иконик нюд. Иконик нюд. Какого ты любишь? Пилоток или Иконик нюд? Я люблю себя. Я люблю Иконик нюд. Я люблю Иконик нюд. Но Иконик нюд. Иконик нюд. Иконик нюд. Иконик нюд. Иконик нюд. Да, друзья, как вы знаете, пилоток от Шаллор Тилбери это моя любимая помада. И вот он говорит, что Иконик нюд тоже очень красивая. Надо будет попробовать. Это то, что ты стоишь, да? Да, ты можешь сидеть. Да? Ага. Ну что, ребята. Вот такая бомба. На самом деле очень красивая. Я не могу видеть. Давай я смотрю, какая они. Я не хочу, как я raspаляну. Я не могу видеть, какая они. Дивило. Я нужна какая-то лайка. Я для меня. Я хочу на бабу. А вот я почувствовала. Я буду наверняка. Майкл. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 такие. Но не у всех такие волосы. У кого-то обычные. Закручивают. Ну что, друзья. Мои любимые волосы, зализанные гелем. Но гель всяко лучше, чем начес. Так что я не сильно жалуюсь. Мейкоп готов, но здесь такой свет ужасный, что даже не видно. Но волосы должны быть очень красивыми. Зализанный хвост. А сзади должна быть какая-то классная форма. Так что, мы'll see. Миклей посадили. У каждой модели своя вешалка. И у меня, конечно же, три аутфита. Как может быть по-другому? У кого-то два. У кого-то один. А у меня три. Ну конечно. У каждой девочке своя вешалка. Свои туфли. Марацикай, я почувствую эти шои, да? А-а-а. Привет! Привет! Как дела? Ты мой джессор? Я мой джессор. Ко-ко-ко. Окей, я имею в виду... Это чудесно. Я счастлива. Я счастлива, что я хочу посмотреть. Это будет быстрый, да? Так, я имею в виду саму шоу для всех? Нет, вы должны быть штрафы шоу. Но они не здесь, да? Они не здесь. Да, я имею в виду. Да, это шоу, да? Да, это должно быть. Окей. Да, белый шоу. И эти не мои? Эти не мои? Эти мои. Эти мои. И эти шоу для чего? Для этого? Для этого. Для этого. Белый шоу. И страпи мулы. И этот шоу? Страпи мулы, которые мы пытаемся узнать. А-а-а, мы их просто поставим. А-а-а. Вы собираешь их от кого-то? Или что? Или вы не знаете? У нас нет изменений. Так что мы пытаемся найти шоу. А-а-а, вы не имеете шоу? Да. Они здесь. Окей, окей. Окей, окей, окей. Окей, окей. И что, друзья, теперь осталось только снять клей с волос. Посмотрите, сколько клея. Я бы, наверное, могла сама это сделать. Ну, уже пускай сделает профессионал. Скоро лучше он почистит, чем я это буду сама делать. Потому что это может занять долгие часы. Кстати, завтра шоу пол-тайм в 7 утра. В 7, блин, утра. Уже 9 вечера, еще даже не ужинала. Так что. Такая вот уродка после шоу. Такая, блин, облезлое окошко. Ну, короче. Мы у Кевина. Кевин. Скоро, скажи, что мы сегодня есть. Буффало-моцарелла. Буффало-моцарелла. Буффало-томатес. И арюгаля. Буффало-моцарелла. Буффало-моцарелла. Это все выпало из моей головы. Причем я помыла голову, и она попадала. Посмотрите. Клей, какие-то нитки, блин. Доброе утро. У меня сегодня колл-тайм. 7.30, время 6.45. Я помыла голову, масочку. Сейчас я это все умою. И бегу на бэкстейдж. Сегодня будет показ Бронкс и Банко. Должно быть очень красиво, потому что лук, который я мерила, он просто фантастический. Такой в стиле Зена Королева Войнов. Так что... Идем. Ну, и, конечно же, по всем законам жанра. Я просто доехала до студии. Сохрана, что я забыла карточку об агентинации. Это... Фишка в том, что здесь не пускают на шоу. Если у тебя нет карточки. Либо у тебя даже специальный QR-код, который я не могу получить, потому что я не включила свою активу в Нью-Йорке. Залом пройдет у меня. Поэтому я возвращаюсь домой. У меня еще 15 минут. Опоздаем, но уже 10. Потом у меня проблема. Что делать? А как бы меня не пустили, сказали бы... Плюс Кевин, что он принесет там, чем прямо в педро. Моя любовь. Ну, все. Поехали. Познакомьтесь. Савка. Мы с тобой работали сколько лет назад? Три. Четыре. А, три-три-три, да. Моему ребенку было только три месяца. Он сейчас три с чем-то. Да, где-то три года назад. Да, представляете, мы с ней были вместе в Милане. А где мы работали? Это был липстик, да? Да. Это был шут, это тест шут, да, знаете. Да. Она, кстати, с тем же агентством в Италии, что и я. А сейчас она в агентстве, в котором я была 15 лет назад. Представляете? Все, друзья, welcome to backstage. Y-U-L-A. Вот вышла третья. Ну что, там идет какой-то другой показ. Здесь идет Bronx and Bangkok and we're very excited for it. Красивое место. Супер холодно, как обычно. Я помыла голову, у меня на голове че-то перми что. Причем у меня сейчас кастинг должен быть еще по зуму, блин. У меня волосы, потому что я вчера их отмывала, но сегодня, я сегодня отмывала, я вчера не мыла голову, я такая, I can't do it. А у тебя глуп был? Нет. А ты его легко снимала? Нет, конечно. Они мне хорошо сняли плей, они его почесали и потом, когда я уже его расчесывала сама, он просто выпал весь. Нет, нет, я просто выдирала его и вчерачек у меня проехала. Надо быстро помыть. Я помыла, мне это помыло точно все, оно прямо отвалилось. Потому что это же, они же сказали, что это hair blue. Потому что если ты помоешь, то оно все самоотклее, то прямо так вот оно с этого снялось с головы. вот так. Ну что, друзья, у меня зум-митинг с агентством с Ford Paris. Прямо на бэкстейдже показан. So we'll see. Breakfast. Подъехал. А вот это голодное мне. Ну, знаете, все время голодное. Кстати, забыла вам вчера рассказать очень крутую историю. Значит, когда я пришла на фитинг, вчера я была первая модель для этого показа. И они решили на меня померить сразу самый первый лог, да? Лог, который открывает шоу. То есть это самый главный лог, он самый важный, для этого удобная. И девушка, которая стимула, да, то есть отглаживала платье, взяла этот лог, поднесла ко мне, и я его одеваю, и я чувствую какой-то запах. И он загорелся, понимаете? То есть юбка, там стояла свеча на столе, и юбка загорелась от этой свечи, и мы все такие стоим и такие, о, ма, га, мы были в шоке. Ну, потом они все успокоились, да, такие, ну, как бы, они вообще не сильно переживали, я, мне кажется, больше переживала. И они такие, ну, вообще-то там даже нравится, надо побольше дырок сделать. Я не знаю, если они сделали больше дырок, но им реально понравились эти дыроки, и они такие, окей. Утверждаю, блин, горелое платье. Больше значит кутюр, друзья, кутюр. Смотрите, как классно она делает. Сори. Она одной стороной берет продукт, чтобы пальцами не касаться, а другой стороной размазанная. Как прикольно. Красивая кожа. Что, она будет плести мне косы, две, и... Причем потом сверху будет шляпка, ленточки в волосы. О, my God, my hair! What are you doing? Но это не мои волосы. Love it. I love it. Подпалила мне волосы. Смотри, что делает. неожиданно. 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 Ну что, друзья, я открываю показ. Смотрите, какие у них крутые сумки. Написано, не звони мне, я в Фромтонс. Фромтонс, это такой район. шапочки, конечно же, шузы. У меня, кстати, вот мои шузы. И они вот так вот прям до попы накручиваются. Ну что, ты excited? Покажи свой лок. Блин, вот это такая красота вообще нереальная. Ты еще не нашла свое место, блин? Вау, да, я видела это платье, оно очень красивое, конечно. Это очень секси. Ты будешь в нем идти, она будет лететь. меня преследуют, это моя дата рождения. А, реально? А, nice. Слушай, тебе очень, у тебя есть зеркало? Ну, на телефон. Тебе просто отвратительно вот здесь вот сделали макияж сбоку. Вот здесь прям такая полоса тональника, видишь? Давай-ка, подмашка немножко. А с той стороны покажи. Ну, у тебя вот по всему этому периметру по три немножко везде. И вот здесь, и спереди, даже на подбородке. Видишь? Да, она даже ничего не... О, май гад. Смотрите, какая красота. Нереальная. Но я, если честно, когда я увидела этот бренд, а ты когда-нибудь не сделали, да, эти штуки? Да, да, не сделали. Ну, слушай, это окей, меня не смущает. А, этот, я когда увидела этот бренд, ну, я увидела этот карст, потом я прогуглила его, я зашла посмотреть, и я такая, боже, этот дизайнер шлёт платье для меня. Знаешь, I got so into it. Ну, вообще, очень красивое платье у него. Да, очень красивое. И эта коллекция мне особенно. Very hot. Он то особенный, эта девочка вообще unreal. Ну, что, ребята, начнём. Ну, что, друзья, я готова с моей микросюмкой. Очень хох. Очень хрень. Что, что, что? Everyone is super hot. Субтитры сделал DimaTorzok